Маме надо сначала самой себе разрешить, что так можно, потому что вот в этом чувстве вины ты такого родила, ты виновата, и остается ощущение только того, что тебе нельзя вообще ничего требовать, вот тебя здесь кормят, скажи спасибо, что тебя не выгнали, что тебе кусок хлеба дают, да, просто нужно научиться потом перестать ребенка своего сравнивать со всеми, а начать его сравнивать с ним вчера, например. Например, вчера мой ребенок не мог вот так, а сегодня он может так. Год назад мы были на вот этой стадии, а сегодня мы уже вот что умеем, да, и это вообще любым родителям полезно, перестать сравнивать свои дети. Кого ты родила, кого ты воспитала, кого ты вырастила, как ты не заметила, как ты не знала, что ты такого сделала. Знаете, как у нас часто говорят, вот ты после меня должен нести вот эту ношу. Да, и все, и ребенок в 8 лет уже не свободен, потому что он будет нести. Много говорили о маме, не сказали о папе, ведь у них тоже бывает чувство вины, да, что может быть я что-то не так сделал. Вот это прохождение через отчаяние, вину, торг, депрессию, принятие, оно одинаковое у всех, да, и папы проходят то же самое, но они не показывают. Привет, это очередной эпизод цикла «Мне не страшно», который Академия Трехмедведей пишет совместно с Общественной Организацией ИРОДА и Национальной Сетью Ранний Старт. Именно они нам помогли найти героев и специалистов. Мы говорим откровенно о детях с аутизмом, о семьях, воспитывающих детей с особенностями развития, и о специалистах, которые работают с детьми и родителями. Меня зовут Зибота Джибаева. Сегодня у меня в гостях психолог Махина Умеди, и мы будем говорить о стереотипах и необходимой психологической помощи родителям, особенных детей и даже норматипичных. Махина, я всегда обращала внимание на то, что в самолете предлагается сначала помочь себе, а потом уже ребенку. Как это можно перенести на семью, которая узнала о том, что у их ребенка расстройство аутического спектра? Добрый день. Да, это в принципе хорошая метафора, которую можно переносить на любую жизненную ситуацию, особенно на ситуацию родительства. Потому что пока родители в ресурсе, пока у родителя все хорошо, а ребенке есть кому заботиться. И если взять вот эту метафору с кислородной маской в данном случае, то получается в ситуации родителей, у которых родился ребенок, которому диагностировали рас, либо аутизм, либо еще какую-то особенность развития, маской будет поддержка мамы. Потому что у нас, к сожалению, мам не поддерживают на первом этапе. Я по большей части работаю с родителями детей с синдромом Дауна, а не с аутизмом. Диагноз – раз, либо аутизм ставят позже. А дети с синдромом Дауна рождаются и сразу ставится диагноз. Да, визуально. Да, визуально. Иногда ошибочно. То есть это в секунду, как она родила, и говорят, ты родила не такого ребенка. Да, и тут вот не то, что маску ей не дают, ее срывают с нее, закрывают ей воздух, что ты как-то посмела такого ребенка родить. И вот тут важно, чтобы окружающие люди о ней позаботились, потому что она сама переживает очень трудные минуты в этот момент. И тут вот, знаете, тут в этой метафоре, я бы сказала, надо сначала одеть маску на нее. Вот взять и одеть. Потому что сами в начале, в первые минуты они оглушены просто этой новостью и не всегда способны о себе позаботиться. И у нас еще принято говорить, мама виновата во всем. Мама виновата во всем. То есть да, мама сначала говорит, ты родила такого ребенка, потом она идет домой. И дальше начинаются просто психологические атаки, что ты. Да, это ты виновата. Врачи могут, не все, конечно, это исключение, чем правило, но быть очень жестокими, что кого ты родила, кого ты воспитала, кого ты вырастила. Как ты не заметила, как ты не знала, что ты такого сделала. Естественно, это авторитетно, ну, врач-авторитет транслируется там мужу свекрови. Дома это продолжается, что ты родила, ты виновата, ты что-то не так сделала. И это бесконечный цикл винений, обвинений. Но они и сами винят себя, и поэтому это вот просто человека топят в этом. То есть, а если вдруг вот сейчас, например, нас слушают мамы, и они понимают, что в такой ситуации нужна психологическая помощь. А если нет возможности дойти до специалиста, как я могу себе, например, помочь самостоятельно? Знаете, если вы уже поняли, что вам нужна помощь, значит, вы выбрались хотя бы из той пучины, вины, отчаяния, когда вы ничего не видите, и кажется, что все. Ага, вот еще самое главное, что надо осознать, что нужна помощь. Да, поэтому мне кажется, тут очень важна роль общества, роль родственников, вот этой поддержки. Потому что иногда нужен кто-то, кто возьмет за руку, либо подставит плечо. И в большинстве родительских историй действительно так. Конечно, есть те, кто сами и еще и за собой тянет, изменения приносит, да, что на себе выносит, но проходя тяжелый путь. То есть они до этого доходят через какое-то время, проходя через отчаяние, боль. Тут важна помощь общества, семьи. Во всех историях практически есть кто-то, знаете, вот как есть архетипы сказки. В них есть какой-то, у героев все время есть какая-то там волшебная палочка, что-то, что ему дает вот этот толчок идти и проделать вот этот путь. И во всех этих историях можно объединить, что есть кто-то, кто либо помог, либо подсказал, либо какое-то доброе слово сказал, что человек собрался и пошел. Внутренняя энергия, она-то есть, но когда человек в этой пущине отчаяния, он этого не видит. Есть люди, которые сами выбираются, это долгие. В любом случае заживление происходит, да. Человек выходит из отчаяния, он падает в торг, обвиняет других, потом у него опять отчаяние, он движется, но в конечном итоге он приходит к принятию. Но чтобы это принятие происходило быстрее, потому что пока мама не приняла, ребенком заниматься никто не будет. Пока мама не в ресурсе, никто другой о ее ребенке не позаботится. И чтобы позаботиться о ребенке, нужно сначала позаботиться о ней, помочь ей. И вот в этом большую роль играет семья, общество, группа поддержки. Хорошо, сейчас можно найти группу поддержки онлайн, можно найти единомышленников, людей, которые тебе скажут, что да, окей, я, например, абсолютно неожиданно для себя нашла группу онлайн по поддержке людей, у которых родственники с проблемами с памятью. Я вообще об этом не думала, это было случайно, но это было круто увидеть, что, оказывается, это вообще-то есть. Это про то, что я еще и специалист, я знаю, что надо себя поддерживать. Но когда ты видишь других людей, у которых такая же проблема, оказывается, что так жить можно, это не конец жизни. Если вдруг мама оказалась одна, а так бывает, да, и она осознает, что ей нужна помощь, но в момент, сейчас она не может сама себе помочь. Есть какие-то, ну, несколько золотых правил, просто вот чтобы мама себе это включила, где-то там закрепила в голове, чтобы выбраться из этого. Ну, первое, главное, то, что с ней происходит, это нормально. То есть вот это нормальная реакция. Нормальная реакция. Это не то, что она плохая мама, она не хочет этого ребенка или так далее. Это нормальная реакция на новость, которую она не ожидала, которая ее шокировала, которая, возможно, как-то загасила ее мечты и ожидания. Это нормально. Второе, понять, что она тот, кто будет этому ребенку помогать. Без нее ничего не будет. Поэтому сперва забота о ней. Второе, сейчас с наличием интернета, как я сказала, найти единомышленников, это два клика. Написать пост на Фейсбуке, кто-то откликнется и поддержит, поможет, да, искать позитивные стороны. Но, опять же, пока ты вот не нашел вот этот ресурс, позитивные стороны найти сложно. Поэтому встать и пойти искать себе поддержку. Вот даже если ты одна, вот и кажется, что ты одна, все равно есть я, ко мне всегда можно обратиться. Есть и Руда, есть другие организации. И сказать, что я одна, мне никто не поможет, это будет нежеланием просто встать и что-то изменить, да. И это тоже нормально, это стадия, через которую нужно пройти, что я одна, мне никто не поможет. А потом встать, и если такая мама наслышит, то вот мы с вами, ей как бы тот сигнал, что есть возможность меняться, есть люди, к которым можно обратиться. То есть мне всегда можно написать. Некоторые стесняются обращаться за помощью к психологам, даже, даже и просто вот, даже если они не воспитывают особенно детей. Всегда кажется, что если психолог, то это психотерапевт, который тебе назначит массу лекарств, а потом и до психушки недалеко и так далее. Да, ну тут вот в этом нашем случае, как я сказала, есть я, я имела в виду, что можно ко мне обратиться, я познакомлюсь с родителями, у нас есть группа поддержки, которую сейчас вот начинают вести сами родители. То есть это настоящая группа поддержки, это собираются люди, которые переживают примерно одно и то же. И они делят это своими историями. Очень часто эти истории уже совсем не про детей, а про жизни, оказывается, что схожие какие-то бытовые штуки и так далее. А стеснение обращения к психологу в нашем обществе, это, мне кажется, абсолютно нормально. Потому что, во-первых, у нас не принято говорить о своих проблемах в том плане, что пожаловался и забудь, а в том, что вот у меня есть какая-то проблема, её нужно решить, ну терпи, решай сама, не показывай, что люди скажут, что это абсолютно нормально, что не хотят и не доверяют. Тут, наверное, работа больше наша, да, про просвещение и снятие стереотипа с работы психолога, что психолог – это не психиатр. Мы даже таблетки не выписываем. Мы просто слушаем. Мы просто слушаем, да, даже диагноз не ставим. Я недавно, пообщавшись с детьми, с семьями, да, столкнулась с таким ощущением, что я не знаю, как подойти, да, к ребёнку с особенностями ментального развития. То есть у меня была, вот, были две семьи, Парвиз и Нурия Снесо, и мне было очень сложно. Мне казалось, что вот, ну как, как с ними общаться? И я думаю, что многие, кто сталкивается, да, с такими семьями, они просто не знают, как общаться с такими детьми и стараются как-то отстраниться, возможно, даже. Вот если спросить, как общаться с детьми, я думаю, вот каждый ребёнок, у него своя особенность. Он любит какие-то вещи, какие-то не любит, поэтому нужно спросить родителей, а как с своим ребёнком мне общаться? Можно ли и что делать, да, как? Я когда начинала работать с родителями детей с синдромом Дауна, детей я не видела тогда. С детьми я познакомилась позже, я тоже волновалась, потому что я не детский психолог, и у меня есть опыт работы с детьми, ну, во время учёбы какая-то практика, а вот так, нет, я тоже там почитала, что-то вспомнила. «Пошли дети, я тебя боюсь, ты мне не нравишься». Ну, всё. Потом походил, подошёл, посмотрел, я буду с тобой дружить. Ну, как бы всё, он сам всё сказал, всё, что он хотел. Получилось, я понимаю этот страх, потому что я понимаю этот страх, да, что можно как-то навредить. Но в то же время этого страха, когда мы встречаемся с обычными детьми, которых мы в первый раз видим, обычными, да, мы же не боимся там что-то не так сказать, мы иногда даже как-то задеваем детей какими-то шутками, акцентируем на том, как они выросли, как они одеты. Мы их задеваем, мы об этом никогда не думаем, что мы сейчас с ребёнком сделали неприятно. А тут вот в нас говорит наш внутренний страх. И тогда это себе надо задать вопрос, а чего я боюсь-то? Чего я так испугалась? Ну, меня, например, напрягало то, что, если, например, мой ребёнок может сказать, да, что ему это неприятно или ему не нравится, он может выразить какую-то свою просьбу, то, как правило, аутичные дети, у них не всегда есть возможность, да, выразить. То есть они либо не говорят, либо они ещё пока не могут, да, озвучить свою просьбу. Поэтому вот как бы в этих случаях... Спросить маму. Маму, да. Потому что мама ведь понимает, что её ребёнку нужно и как с ним общаться. И то, что вы просто задаётесь этим вопросом, уже говорит о том, что очень сложно вам будет навредить ребёнку, потому что вы уже о нём подумали. Спасибо, да. Но я... У меня просто, да, как-то было... Вот не знаю даже, как реагировать. Смотрите, родителям очень часто кажется, что планы рухнули. Всё, вот всё, всё, что я планировала, всё, что какие цели я там ставил себе. Мы же рисуем, да, то, что... Какой будет наш ребёнок. И кажется, что ты просто теперь связан по рукам и ногам. Но вот поговорив с Шахлом Шариповой, это представитель управления РУДА, она сказала, что ничего менять не надо в своей жизни. Но мне кажется, всё равно как-то вот... Как настроиться родителю на то, что вот планы немного изменились. Они немного изменились, они могут стать другими, да, модифицироваться. Я очень люблю Шахло, потому что Шахло всё время такой взгляд, который вдохновляет. И такие люди, как Шахло, как раз-таки меняются, да, находят поддержку, идут и делают. И это очень круто, что такие люди есть. И отчасти это действительно так. А зачем менять всю свою жизнь? Меняются вот эти ожидания, что вот мой ребёнок сейчас родился, он будет такой, пойдёт в тот вот университет. Мы с ним будем так играть, так в футбол, на рыбалку и так далее. Да, вот эти вещи изменятся, но они могут и не измениться. Это ведь страх гонит вперёд, что вот всё, мой ребёнок никогда не будет там играть в этот футбол, или ходить со мной на рыбалку, или читать со мной книги. На самом деле это не так. Просто нужно научиться потом перестать ребёнка своего сравнивать со всеми, а начать его сравнивать с ним вчера, например. Вчера мой ребёнок не мог вот так, а сегодня он может так. Год назад мы были на вот этой стадии, а сегодня мы уже вот что умеем, да. И это вообще любым родителям полезно, перестать сравнивать своих детей вообще со всеми, и начать сравнивать его с ним самим. Вот он был маленький, вот так он не умел. А сейчас ему 10 лет, и он вот как круто умеет, и ему же это показывает. Ну смотри, ты в школу пошёл, ты ничего не умел, а сейчас ты читаешь. Ну круто же, правда? А не то, что там вот ребёнок крутой, а ты не очень. Ой, моя дочь младшая, ей 7, и она недавно обвинила бабушку в том, что прекратите меня сравнивать с другими детьми, мне это неприятно. Мы просто такие потели, такие, так, всё, на самом деле. Почему мы её должны сравнивать? Что-то она умеет лучше, а вот, например, я говорю, мне тоже была неприятность, меня постоянно с кем-то сравнивали. Но я, у меня был, видимо, такой комплекс всегда, потому что я постоянно себя в детстве гнала к тому, чтобы не быть как другие, а быть лучше других. Ну такая вот гордыня немножко там, я не знаю. Но я вот постоянно поэтому в детях пытаюсь это же воспитать, что вы должны постоянно быть лучше. А моя младшая говорит, что, мам, ну господи, там ещё есть, которые похуже меня читают и так далее. И ей нормально, в принципе, она не комплексует по этому поводу. Мне стало влияние на мысли, может быть, она так и правильно. Может, она мудрее, чем я в её возрасте. Ну она мудрее просто, не мудрее, а мудрая, потому что она может выразить, что мне неприятно. Немногие дети могут сказать, мам или бабушка, прекрати, мне неприятно, да, понять свои чувства и защитить себя, сказать, не надо со мной так поступать. Это тоже крутой навык. И потом стремиться вперёд, это не для всех плюс, не все этого хотят. Да, у родителей часто бывает такое, что если я хочу, значит, так должно быть. И за этим не видят ребёнка. Да, то есть. Дети, родители детей с особенностями намного лучше видят своих детей, чем все остальные родители. Потому что они не могут это игнорировать. А остальные могут игнорировать. Вот он не хочет спорт, а я сказала, что надо. Значит, он будет заниматься спортом. У него выбора нет. А тут ты понимаешь, что твой ребёнок, у него есть ограничения, но у него есть и вещи, которые он может лучше других. У него есть позитивные качества. Ты фокусируешься на них. Но ты не говоришь ребёнку, например, задержка речевого развития, иначе не говорит мне всё равно. Ты идёшь и с ним занимаешься, чтобы он заговорил. А тут своим детям, когда у них нет никаких особенностей, можно сказать, а мне всё равно, будешь читать лучше всех, потому что я так хочу. А вот в этом родители детей с особенностями, вот их большой плюс, они видят особенность своего ребёнка. Ну, я единственная, что там, думаю, может быть, начиталась умных книжек, и думаю, может, дислексия. Почему же он так плохо читает? Может быть, что-то какие-то проблемы со зрением и так далее. Ну, короче, накрутила, начала проверять, вроде не подходит. Опять же тебе будет так говорить о том, что вы хорошая мать, вы это замечаете. Потому что, к сожалению, я вот сейчас вижу детей, которым по 12-13, их родители только заметили, что они читать не умеют, потому что они буквы путают. Или потому что они не слышат, или потому что они слепые. Для меня удивительно, как можно вырастить ребёнка и не заметить. Это не в вину, это в моё удивление, что как так можно? Но я понимаю, как. Вот сейчас понимаю, что какие-то заботы. Нужно думать о том, где этому ребёнку найти еду, одежду. И это не замечается. Но то, что вы это замечаете, говорит о том, что вы обращаете на них внимание. И это уже супер. Ещё один момент, который тоже пришёл во время общения с родителями аутичных детей. Это одна из мам мне рассказывала, что я себя не знаю, как вести в такой ситуации, когда начинает ребёнок истерить в общественном месте каком-то. Я стараюсь его быстрее увести. Меня удивляет. Точнее, меня даже не удивляет. Меня немножко оскорбляют взгляды. Потому что люди смотрят. И она говорит, я в принципе понимаю, что они, может быть, и не осуждают. Они просто не знают, как себя вести. И при этом не расходятся. Они продолжают глазеть. И каждому не объяснишь, вот что должно измениться, я не знаю, там, в обществе, в родителях, чтобы вот такая вот ситуация не возникала. Она говорит, я просто хватаю ребёнка и увожу его. В обществе должен произойти, должна произойти какая-то изменение в понимании, но это через образование, что объяснение, то, что делают сейчас, это информация постоянно. Но тут важную роль играет мама, внутренняя уверенность мамы. Это нужно просто не из психолога, можно самой собой, можно вот в этой же группе поддержки прорабатывать. И это то, что мы прорабатываем много стыд за ребёнка. И внутренняя уверенность в том, что ребёнок такой, он так себя ведёт. Иногда в магазинах, ты не понимаешь, ребёнок бросил на себя на пол и орёт. Ну орёт и орёт, как бы. Мама стоит и не обращает внимания. Потому что какая мама? Почему она не обратила на него внимание? Ну а ей комфортно. Научиться вот точно так же, как ей комфортно относиться к ситуации, и всё, больше не будет это волновать. А это состоит из внутренней уверенности, из проработанного стыда, чувства вины, да, когда ты... Ну да, мой ребёнок такой, ну смотрите, пожалуйста. Да, на самом деле это же... Это ведь ребёнок-то не понимает, что на него смотрят. Мы начинаем разгоняться, да, что вот они смотрят на моего ребёнка, сейчас они о чём-то о нём подумают, обо мне. Это и любовь, и защита ребёнка, потому что не хочется, чтобы на него по-злому смотрели. Но на самом-то деле мы не знаем, как люди смотрят. Мы это всё, это наше внутреннее, что вот на него сейчас так посмотрят, что-то про меня скажут, про него скажут. Поэтому в таких ситуациях это только внутренняя уверенность и принятие ситуации. Потому что, ну либо запереть ребёнка дома, а это вообще не вариант, да, чтобы он не выходил, и тогда на него никто не будет смотреть, никто на него не будет реагировать. Потому что сколько бы мы в обществе это ни объясняли, найдётся кто-то, кто скажет, а мне всё равно, мне мешает ваш ребёнок, запрети его дома, если он не умеет себя вести. И что, мы будем ребёнка уводить, потому что кому-то одному это не понравилось? Ну, ради бога. Ну, конечно, да. Ещё одна ситуация тоже из того, что я уже успела узнать, поговорить, как объяснить нормотипичному ребёнку, что его братик, сестрёнка или брат с особенностями, говорить, это, мне кажется, об этом нужно. Ну, как ему объяснить? Потому что вот с одной героиней мы тоже об этом говорили, и она сейчас ещё не пытается объяснить своей старшей дочери, потому что считает, что она ещё маленькая, она не поймёт. А я говорю, а потом, возможно, будет чувство вины у нормотипичного ребёнка. Он будет всё время думать о том, что, а почему я такой, а он другой. Ну, вопрос, да, почему я такой, а он другой может возникнуть. Я согласна, что важно объяснять это ребёнку. Ну, вот точно так же, как вы объясняете всё остальное. Вот есть люди, у них кожа светлее, есть темнее, есть пландины, есть брюнеты, а есть высокие, худые, полные, там... Это же ребёнок видит каждый день вокруг себя. Точно так же есть дети, у которых сильная сторона такая, сильная сторона другая, а вот у нашего малыша есть вот такая особенность. Вот он вот так будет не уметь, а вот так он умеет очень круто. Это его особенность. Не то, что у тебя брат... Знаете, как у нас часто говорят? Вот ты после меня должен нести вот эту ношу. Да, и всё. И ребёнок в 8 лет уже не свободен, потому что он будет нести... Вообще сама вот эта формулировка «ты будешь нести ношу», она меня немножечко так лишает дара речи, потому что тут понятно, что родитель тоже не совсем ещё на той стадии, когда он принял ситуацию, да. И это передаётся ребёнку, что вот ты потом должен. Хотя ведь на самом деле можно ребёнку объяснить, что у него такая особенность, ему нужна будет твоя помощь. Это совсем по-другому. Ты ему будешь помогать, и ты будешь за него нести ответственность. Это две разные вещи. И своим детям, и детям просто объяснять как норму, что люди разные. И такие люди есть. У нас-то нет других людей, все должны быть одинаковые. Это нам самим ещё нужно понять, что люди вообще бывают разные. Есть люди с инвалидностью, есть люди с особенностями развития. В тех же школах дети с дислексией, они сталкиваются ровно с тем же пренебрежением, с таким сталкиваются дети с особенностями развития, с особенностями обучения. Про то, что дислексия, нужно ребёнка научить по-другому читать. Учители, они хотят этого делать. Что, я ради него одного буду по-другому себя вести? И тут вот поэтому объяснять и ребёнку своему, и окружающим, что люди бывают разные, у них разные потребности. И делать это изначально. Потому что если вы потом объясните своему ребёнку, к тому моменту, когда вы подумаете, что он понимает, он уже многое поймёт. Потому что дети начинают спрашивать, почему вот мне так нельзя, а ему можно? Почему в его возрасте я так не делал, а он так делает? Ну и начинаются там, ой, ты не понимаешь, ой, он болеет. Да, он как правило так. Так объясняется. А если объяснить, что там, сынок, ты вот такой, а он другой. Не хуже, не лучше, он другой, он особенный. У него есть такая особенность, у тебя другая особенность. Для него нужно вот так, для тебя так нужно не было. А в каком возрасте можно говорить уже? Ну, когда ребёнок начинает задавать вопросы, объясняет. Ну, изначально, например, если это старший брат, да, например, с особенностью, то объяснять, когда ребёнок будет задавать вопросы, он же для него этот брат норма, он его видит, он понимает, да, что это такое. А если он никогда не задаст вопросы? Задаст, да, как бы он будет выходить, видеть. Ну, тут тоже, да, ведь есть определённые требования к поведению, либо к распорядку, да, которые соблюдаются и объясняются, почему так. Почему, например, не надо, не знаю, там, бить в металлический барабан, да, что почему так реагирует брат. Объяснить, да, что ему этот звук неприятен, потому что он его услышит там по-другому, не так, как ты. И его, поэтому, это раздражает. Если младший, то изначально объясняют, что у нас ребёнок, он, вот, ваш братик, он немножечко другой. То есть... Чем раньше, тем лучше, да. Ну, да, как бы делать вид, что ничего не произошло, да, потому что вы же сами живёте вот в этом. Ваш ребёнок, он всё равно чувствует, что что-то с вами не так, из-за чего-то вы переживаете. Он чувствует, почему другие тут как-то ходят и странно смотрят, как-то переговариваются, перешёптываются. Это то, о чём вот я слышу от родителей, что дети на цыпочках ходили, боялись, что почему, что такое, что думали, что ребёнок смертельно болен, потому что все вот хотели тряслить. Например, если ребёнку 7 лет, вы приносите из роддома ребёнка, вы же показываете, вот твой братик, а вы тут его положили и сидите, пласть чистите целый день. В 7 лет ребёнок вообще не понимает, что происходит, поэтому изначально придётся объяснять, почему. А сколько внимания нужно уделять норматипичному ребёнку? Вот вы сейчас сказали про ношу, да, что это твоя ноша. И вот в семье, например, норматипичный ребёнок, он рано взрослеет, он чувствует отсутствие вот этого такого большого внимания, да, как проявляется ребёнку с особенностями ментального развития. А как вот соблюсти баланс? Вот здесь вот мне хочется вернуться к тому, что вы сказали, Шахло сказал, да, зачем что-то менять, да, не надо менять. Вот тут точно так же, с чего вы взяли, что нужно всё внимание вот здесь отобрать и сюда отдать? Вы выполняете то, что от вас требуется, занятия, они занимают больше времени, но у этого ребёнка-то не надо отнимать, он тоже ребёнок. Это оправдывается тем, что и как бы даже иногда сразу лвостью и агрессией в сторону ребёнка, что почему ты требуешь, когда у меня тут так. Да, да, да. Да, ну это человек неправ в этой ситуации. Как не обделить, не отнимать у него этого, не воровать у него вот это вот время, потому что либо выделить какое-то время ему. Ну, знаете, вот когда просто в семье много детей и не получается всем одинаково уделить внимание свидания с ребёнком, что вот этот час в неделю, он только твой. Точно так же, да, если не получается уделять ребёнку, ну, он самостоятельно, он сам делает уроки, он уже вас не беспокоит, он понимает, потому что ему сто раз сказали, не мешай, ты мешаешь, там, нет на тебе времени. Либо если, ну, здесь бывают такие нарушения, когда вы действительно физически не можете уделять время другому ребёнку. Обговаривать это, объяснять это и находить вот этот час в неделю, когда вы будете только его мамой. Этого будет достаточно для того, чтобы он не чувствовал себя абсолютно обделённым. У меня, видимо, дети такие могут требовать, своё, потому что старшая выпросила этот час в неделю. Иногда не получается час в неделю, иногда получается час в две недели. Но когда я только её, и младшей нет, и мы с ней гуляем, и она говорит, я хочу просто вот это время провести с тобой, потому что всё время тебе приходится раздваиваться. А так как разница у них большая, то, соответственно, и та привыкла, что всё внимание только ей. Ей она очень болезненно принимала, кстати, вот это появление второго ребёнка, она категорически отказывалась, она требовала тогда ещё, требовала его вернуть назад. И она говорит, и когда мы с ней просто в шутку проговаривали, может быть, с третьего, она сказала, нет, мама, я только перестала ревновать, и ты хочешь ещё усилить это. Поэтому вот так вот довольно болезненно проходил процесс принятия второго ребёнка. Ну вот видите, мы с вами говорим о каких-то вещах, они нормальны для любой семьи, да, просто вот в этом задача родителя не делать из этого что-то ненормальное. Это нормально, что дети друг другу ревнуют, что дети требуют внимания. Это нормально, что дети не понимают, почему другой себя ведёт, вот, например, спокойный ребёнок не понимает, что он орёт и почему он всё требует, ему всё достаётся, я же соглашаюсь быстро, а он из тебя выдавливает, и ты ему даёшь. И тут тоже приходится объяснять, что, ну, понимаешь, дорогой, есть такая вещь как характер, с тобой можно договориться, а с ним нет. Ну, как бы... Бабушки и папы не всегда понимают, насколько маме нужна разгрузка. А бывает так, что вот её просто маму закрывают дома, ты занимаешься детьми, особенно если идёт речь о аутичных детях, ну, в любом случае, да, с любыми детьми, которые есть какие-то особенности в развитии, они просто закрывают. Это твоя ноша, и ты должна этим заниматься. И никуда больше ты не выходишь, ты занимаешься только детьми. Как им объяснить, что маме надо разгружаться? Знаете, у меня вот есть такая идея, о которой я лелею и надеюсь, можно с ней что-то сделать. У нас в обществе очень любят, не любят, это наша культурная особенность, нехорошо-неплохо, культурная особенность, авторитет, старший, ещё какие-то вещи, чтобы об этих вещах говорили люди, которых уважают, которым прислушиваются. Потому что когда доктор в больнице говорит, оставьте ребёнка, она виновата, почему-то ребёнка оставляют, и её винят потом всю жизнь, ну, либо забирают и винят. А если бы он вот там же сказал, что ей нужна поддержка, и ей нужно давать отдыхать, потому что если не она, то ребёнок будет, не знаю, болеть. На самом деле, если мама, вот если оставить ребёнка, ребёнок развиваться будет очень медленно, либо не будет развиваться. Любой ребёнок. Говорить об этом, делать акцент на том, что в вашей ситуации мама важна. Я бы не знаю другого способа это донести. Я могу сказать, вы можете сказать. Не слышат, да? А какие-то вещи, наоборот, слышат, потому что они были сказаны людьми уважаемыми. Вот этими бабушкой и папой, да, это же тоже зависит от мировосприятия, от менталитета, от какого-то социального, может быть, садцу, да. Везде разные авторитеты. Но если люди уважаемые начнут говорить об этом, мне кажется, будут изменения, потому что в нашей культуре важно услышать одобрение от старшего, одобрение от авторитетного человека, на что угодно. А в этом-то и ситуация, мне кажется, просто вот фундамент того, что изначально говорить о том, что маме нужна поддержка, маме нужен отдых. А мама как может сказать? Просто хотя бы, ну, не знаю, поднять бунт, что ли там? Ну, тут, знаете, так вот часто в историях, что пока я ногой не топнула, ничего не изменилось. Ну, тогда, да, топать ногами, требовать, объяснять. Если не объясняется, тогда требовать. Маме надо сначала самой себе разрешить, что так можно, потому что вот в этом чувстве вины ты такого родила, ты виновата, и остается ощущение только того, что тебе нельзя вообще ничего требовать. Вот тебя здесь кормят, скажи спасибо, что тебя не выгнали, что тебе кусок хлеба дают, да? И поэтому важно сначала самой в своем праве быть уверенной, а это право есть. Давайте подведем итог. Самое главное – это мама и ее уверенность в себе. И больше никак. Да. Самое главное – это выстраивать в себе уверенность. Самое главное – это поддерживать мам в том, что ничего страшного они не сделали. Это не их вина. Давать им поддержку, не оставлять их в отчаянии там, один на один с отчаянием. И тут большая работа мамы над собой, да, что я могу это выдержать. Уверенность, отсутствие чувства вины за… Ну или хотя бы работать с этой виной. А такое есть. Работа с виной? Да, конечно. Как и выработать какую-то стратегию, может быть. Вы знаете, что… Если может быть какой-то совет, вот просто вот он, как щелчок. Я понимаю, да, что вот можно сказать там раз, два, три шаги сделать и пройдет. К сожалению, из моего опыта, из того, что я вижу, нет, вот нельзя сказать, что раз, два, три, четыре и пройдет. Но разговаривать об этом, говорить об этом с людьми, вот та же группа поддержки, да, очень много меняется, просто потому что люди слышат, что они не одни такое переживают, и что это нормальное чувство. Чувствовать вину – нормально, но вы не виноваты. Поэтому пробуйте, старайтесь выдерживать свои чувства, говорите о них с близкими людьми, находите поддержку, выходите вот на людей, которые занимаются этими вопросами, на тех, кто ведет группу поддержки, на тех, кто в сообществах каких-то. То есть, чтобы проработать эту вину, нужно активно что-то делать, идти, смотреть, можно самим начинать работать, в этой сфере, потому что через вот это действие наполняться ресурсом для того, чтобы работать со своей виной, какой-то своей неуверенностью. Один вопрос. Просто мы сегодня столько много говорили про мам, потому что мама – это вот основная помощь, а папа? Папа ведь… Есть, да, примеры, когда папа просто не выдерживает и уходит, и закрывает полностью за собой доверие, и хочет не слышать о ребенке, не о маме, а есть папы, которые не уходят, но при этом они испытывают такой же психологический дискомфорт, они также переживают, но при этом, что, в отличие от мам, они поплакать не могут. А что бы вы папам сказали? Плачьте, если хочется плакать, потому что, ну, почему мама может плакать, ей не запрещали? Папа не может, потому что ему, наверное, запрещали в одиночестве, да, где-то. Поплакать, где вас никто не видит, это нормально, и точно так же присоединяться вот к этому кругу людей, которые могут вас поддержать, где вы можете увидеть, как бывает по-другому, вот вы действительно правы, мы так много говорили о маме, не сказали о папе, ведь у них тоже бывает чувство вины, да, что может быть я что-то не так сделал. Вот это прохождение через отчаяние, вину, торг, депрессию, принятие, оно одинаковое у всех, да, и папы проходят то же самое, но они не показывают. И было бы здорово, если бы мама с папой научились разговаривать между собой и поддерживать у друга. Вот это был бы, наверное, самый крутой вариант, потому что у вас же есть партнер, который может вас поддержать. Очень важно, да, друга поддержать. У нас будет, кстати, один эпизод именно с папой, который расскажет о том, как он все это проходил, потому что у нас есть история мамы, а папа вот прям, это, конечно, немного сложнее, потому что не все папы готовы так открыто, откровенно говорить об этом, потому что для них это все-таки немного такое вот, как бы не то, чтобы они же всегда, они вот первые, и тут, видите ли, какой-то дефект, они же будут все время чувствовать перед публикой, не пока, чтобы не было до такого, что вот прям я скажу так, что я вот такой, и у меня не получилось, например, даже когда ожидаются одни девочки, семья обычно чувствует это такое вот, что-то, какое-то, так сказать, не оскорбление даже, неуверенность, да, в себе какую-то. Ну вот тут, да, как, если говорить вот о том, как быть со стереотипами, когда мы их подсвечиваем и говорим, что, ну вот такое есть, но это не так на самом деле, это уже много, потому что стигма-то существует, когда они не говорят, да, когда долго молчат и делают вид, что все окей, тогда эта стигма живет, а если на нее посвятить и сказать, нет, так не окей, тогда потихоньку появляются люди, которые тоже встают и говорят, нет, не окей, и тогда происходит уменьшение этого давления на стереотипического, этой стигмы и так далее, то есть вот то, что мы делаем сейчас, даже так говорим, это уже много для людей, которых стыдили и которые молчали очень долго. Вот супер, что папа, нам будут тоже об этом говорить, это очень важно, кстати. Да. Пока мы с папой еще не знакомы, но, думаю, скоро познакомимся и узнаем. Мне будет интересно его смотреть. Мне тоже самое интересно. Подкаст создан в рамках проекта «Ранние годы. Время. Возможности» при финансовой поддержке Института Открытого общества Фонд содействия Таджикистана. Содержание подкаста может не отображать официальную позицию Института Открытого общества Фонд содействия. Спасибо. Спасибо. Спасибо.